Главный технологический партнер Лиги Компьютерных Игр – корпорация Intel. Генеральный партнер проекта – компания Acer. Соревнования начинаются! Вот только что был прикол. Немцы пользуются голосовой связью. И все слышат переговоры немцев просто на все колонки. Просто вот хитрым способом – хоп! И всё. Ну, а вот так вот, как раз, господа, не слышно, не слышно звуков. Ну, и вообще, выстрелов не будет никаких сейчас. Теперь могу сказать, что ребята, которые комментируют на зал, зашли на спектатора, и не могут делать вот так вот, например, как могу это делать я. Я вижу всю карту, а в спектаторах, естественно, такого нет. Ну, давайте посмотрим по игре. Аккуратный раунд от Alternate. Два игрока на точке B. Апрокс, он смотрит банан, и очень аккуратно занимают точку A. Не знаю насчет пистолетов, точно не могу сказать. В разных ситуациях по-разному. Там просто стрельба зависит, как на пистолетах, вот если так занимать глубоко, что происходит. Но на оружии, если так Alternate будет занимать, то это просто без шансов. Virtus.pro, естественно, воспользуется этой ситуацией, и будут легко выходить и на A, и на B. Сейчас Virtus.pro выходит на точку A. Там 4 на 3 выхода. В большинстве Virtus.pro на точке A. Да, но так они потеряли уже одного игрока. Пошел выход. Минус 2 от Ромшки. Да, вот именно правильно, чтобы все поняли. И 3 на 3. 3 на 3. Очень интересная ситуация. Посмотрим, что будет делать сейчас Эдвард. Видим, подсадили его в план. Включу карту. Заходит, заходит. Уже заходят немцы. С двух мест одновременно. Апрокс делает минус. После 15-ти раунд. Давайте я быстро прям очень... Зевс, Зевс, тупики. Минусы, Зевси, слышите, крики. Берут раунд. Молодцы какие, а? Ну, в общем, реально... Поставлю мин модулс. Не люблю я вот эти вот белые штуки. Все эти различные скины. И можно сказать, что... Ну, по фрагам. Видим, что Зевс сделал минус 3, Ромшки минус 2. В принципе, по стрельбе именно эти парни решили. Опять включают немецкие переговоры нам, как на фронте здесь. Тут просто немецкие военные переговоры, ничего не скажешь. Очень улыбнуло. Опять же, читаю периодический комментарий. Сейчас очередную пачку почитаю. Комментить КС будет этот клоун. Да, будет, например, этот клоун. Будет комментировать. 16-1, именно 16-14, неважно. Она является, считается, победителем этой игры. Все. То есть, это вот конструкция правильно. Хотя, где же Марк? Марк не комментирует. Марк не комментирует КС. Я вижу, он сейчас в руках, его микрофон. В КС все завязано на деньгах. За каждое убийство платят деньги. За успешно взорванную бомбу платят деньги. Я думаю, что он сейчас начнет комментировать КС на зал. Так, господа, читаю дальше комментарии. 95. У меня обновляю я ситуацию. Что же дальше? Что же дальше? Неплохо. Неплохо сливали немцы. Если я иногда, конечно, буду ошибаться, немножечко заключивать. Просто мне очень сложно. У меня в наушниках... Точнее, не в наушниках, а в ушах просто звенит от колонок. Забивает меня немного ведущий. Нету отдельной такой кабинки для таких стрим комментаторов. Ну, я думаю, не проблема. Сейчас Альтакс не будут рисковать. Я уверен, будет второй Экараунд. Так и есть. Инферно та самая карта, на которой можно взять слив как в атаке, так и в нападении. Никаких проблем вообще не будет. Видим, упор на точку А занимают просто мидлы. Понятно, что Виртуса будет играть аккуратно, пробивать. Опять же, через флешки будет выходить в центр. Это не та команда, которая нарвется на эко в центре карты в мидле. Хотя все может быть. Ну, видим, как мы занимают атаксы. Один игрок смотрит ковры, трое в районе зелени. И один в так называемом, по крайней мере, в Украине так называют, в мясе. Ну, а просто направо выход. Уже два игрока там. А в это время Кейн проходит ковры. Ваня уже в доме. И угадали с направлением атаки. Как раз сейчас альтернейт. И смотрим. Дал хэдшот. Выход с дома. Альтернейт. Атакс, Роман. Ой-ой-ой. Забирай свои обратно. Свои слова. Без флешек. Вышли Виртуса в центр. Точнее, кинули флешки и не пошли. Опять же, им тоже сложно играть. Вот вы слышите сами. Комментатор. Куча шума. Зрители. 2-0. И стоит послушать, наверное, Марчелло. Периодически будем слушать, что он говорит. Очень интересная статистика, как сыграли последние матчи. Ну, нет. Нет. Статистики пока что нет. Тянут слив Виртус Про. Слышите, зрители поддерживают свою команду. Поддерживают Виртус Про. И вот теперь первый раунд по девайсах. И все будет зависеть от того, как будут заниматься, занимать позиции Альтернейт. Потому что, господа, Виртуса воспользуются ситуацией, если Альтернейт будут занимать глубоко. Это раз. Я уверен в этом. Ну, и, во-вторых, агрессивная игра на Инферно приветствуется. И я думаю, что обязаны просто немцы рашить. Есть АВП, есть АВП. Есть такое преимущество сейчас у атаксов. Один игрок на Б и четыре будет принимать точку А. Вчетвером она принимается идеально. И сейчас проверяют. Пробивает Мун центр. Хотя как-то не уверенно. Там через моменталки нужно проверять. Там бывает игрок, который сидит возле ковров. Он кидает моменталку. В миду выходит игрок. Зелень летит. Моменталка совершенно свободна. Игрок, естественно, который находится ближе к центру, он это проверяет. Все. Играют ли... Опять же, прострелы на ковры. Зачастую они эффективные. Но мне интересно, кто на Б. Кто на Б. Атакс и АВП. Очень рискованно. Парень там один. Но благодаря ему есть инфа, что банан чистый. И понятно, что альтернет четвером сейчас принимают точку А. Теперь все будет зависеть от раскидки виртусов. Как они из стрельбы, конечно же, игроков. Как они заходят на точку. Вот флешка. Вот это такая моменталка под мясо. Дым. И размены. Панк принимает. Я слежу за Мишей Кейном. Флешка. Размены точка. На самом деле тут куча дыма. Все слепые в плане атакс. Виртуса не понимают, откуда идет стрельба. И, как я и говорил, принимается без шансов. Нужно прогонять человека с банана. Не давать ему там смотреть ситуации, когда команды находятся количеством игроков 5 на 5. Но в любом случае нельзя давать контрам банан. Контролить. Либо очень быстро двигаться и очень быстро атаковать. Ну и опять же не стоит забывать, что это шоу-матч. И немножечко сложно играть обоим командам. Так, давайте посмотрим. Можно сделать, чтобы помолчали и вязали. Нет, господа, это нереально. Это очень сложно. Есть ли гиперспорт в Кировограде? Честно, господа, я не знаю, что в Кировограде. Демка лагает. ХТВ лагает. Жесть. Ну, говорят, что на стриме не лагает. Это меня очень радует. Смотрим рискованную закупку от Virtus.pro. Заканчивается она опять что... Опять неудачно. В роли Дичи из фильма Гайдая. Хотя еще не конец раунда. Есть один игрок. Это Лекс. Он против четверых. Сейчас только что нет, никто не попал в него. Ну, понятно, что игры немцы знают, где он находится. И будут зажимать, будут выбивать с него оружие. И привлек, соответственно... На карте видим Плант. Он на точке B. Роман уже у него за спиной. И попали на занявшую очень хорошую позицию. Счет в игре станет 3-2. 3-2. Плант опять не ставился. Не знаю, хватит ли еще на один раунд денег у Virtus.pro. Хотя я сейчас смотрю на их экраны. Я забыл о такой возможности. Я же вижу деньги. Я же вижу деньги. 4200. 3900. 3900. 2800. Ну, не будет отдачи сейчас. Хотя... Один игрок купил. Один игрок купил. Я не вижу кто. Да, ну и все купили. Все купили. Если посмотреть на их мониторы, на мониторы Virtus.pro. А если посмотреть на мониторы немцев... Можно очень много интересного увидеть. У Лекси Диггл вообще. Так, мне... АОП в центре. Два ОП. Два ОП у немцев на Инферно. Прошивают сейчас ковры из Планта и из ковров. И... Кольт пока что на точке Б. Кольт пока что на точке Б. Но я думаю, со временем он переместится. Нужно уходить с Б. Он просматривает бананы. Я не знаю, зачем. Я не знаю, зачем. Может быть, чтобы показать. То, что на Б не АВП. В предыдущем, в предыдущем раунде. Ну а Virtus.pro играет очень аккуратно. Опять же... С одной стороны медленно. С другой стороны сейчас Зевс. Один на ковры. Эдвард в дом. Хотя он ему там помогал, конечно же, вдвоем. Ну и будет выходить до точку Б. А там, естественно, находится Прокс. Нужно включить. Нужно включить его монитор. Сейчас сюда будет выход. И как он сможет пострелять. Сколько он сможет делать минусов. Ну такая ситуация, что игрок делает минус один. И ушел. Просто красавчик. Флешка. И здесь Эдвард. Уничтожает Апрокса. Да. Есть. Занимают. Ситуация могила. Занимают точку Virtus.pro. Хотя какой хэдшот. Посмотрите, что делает Moon. И там просто лежит сейчас дым. А на стриме этого не видно. А вверху там маленькая такая была щелочка, где нету дыма. И как раз Moon там сделал минус. Что же делают атаксы? Это фантастика. Все четко. Очень грамотно. Раскиданные флешки. С обманки с центра. Классно сыграл Moon. Но опять же, без нервов. Все спокойно. Рано я сказал, что это раунд могила. Хотя в любой ситуации, когда команда заходит на точку B в равном количестве команд, ну, очень просто принять. Очень просто принять. Можно иногда сыграть агрессивно. Ну, посмотрим, что будет дальше. Счет сравнялся. 3-3. Возвращаюсь я на сайт. Почитаю комментарии. Говорят, что лагает HLTV. Напишу. Напишу я сейчас по поводу HLTV, что можно будет сделать дополнительно. Позиция отыгранная. Они потеряли только одного игрока, который был потерян на АВП. Это, опять же, стандартная лица. И вот, смотрите, сейчас продолжается пресса на центре. И в сухую немцы выигрывают. Так, когда ждать начало игры Беквейку, господа? Беквейку будет стрим. Я думаю, что очень приятная будет им поддержка. Это точно знаю, что приятно. Будет стрим по поводу поднятия нового HLTV. Мы можем, конечно же, подключить HLTV из Украины. Видеострим не лагает. Но проблема в том, что реально HLTV находится с стримом на одном сервере. Если будет очень большое количество игроков, может быть и видео лагать. Останется только HLTV. Пока что неизвестно, ребят. Может быть, после этой игры мы узнаем. Опять минус от Муна. И что делает Virtus.pro? Они опять играют очень медленно. Последние матчи Virtus.pro на Inferno мне не слишком понравились. Они отдавали очень много раундов, играя в защите. Потом тянулись за атаку. Virtus.ai – это команда с характером. И Lexus сейчас настроит дальше команду. Они пристроятся к этому стилю атаксов. И дальше я уверен, что Virtus.ai смогут показать достойную игру. Не будем загадывать, кто выиграет. Потому что Counter-Strike – это игра в большем случае рандомная, когда играют профессиональные команды. Да, сейчас играют действительно профессионалы. Поэтому нужно Virtus.ai собираться. Точно нужно им собираться. Я думаю, что Lexus сейчас их соберет. Давайте посмотрим, что же будет предприятие сейчас. Скидывают вот Данила. Данила и Кейн убивают двух, но там Роман. Три в три уже. Уже три в три мы играем. Хотя я вспомнил, что в таком матче, в принципе, комментировать на зал просто. Потому что игроки просто не понимают языки друг друга. Немцы не понимают, что тут говорят комментаторы. Раусские не понимают, что говорят немцы. Поэтому нет проблемы. Кейн потащил раунд Миша Молочага. Интересно начинают развиваться события. Просто качели у нас в игре. Поочередно выигрывают игроки раунды. Но я думаю, что неожиданное произойдет в этом матче. И в любом случае пока что очень красивая игра. Никого нельзя выделить. Все так потихоньку. И вот стоит отметить, что Миртус Трайс сейчас очень-очень медленно играет. Очень аккуратно. Они даже не выходят на центр карты, потому что боятся, что зажмут их там. Сейчас попрошу, чтобы кто-нибудь из ребят попросил на сервере написать svproxy 4. Чтобы мы добавили еще одно HLTV, потому что HLTV SaberPlay подлагивает. Или очень много людей, не могу понять. Все жалуются. Прокси ЕС-4. Была отличная подсадка на... svproxy ЕС-4. Чтобы мы могли еще одно подключить. Так, это были маленькие технические вопросы. Чтобы мы добавили еще HLTV. Действия при занимании. То есть, есть мало мест для подсадки. Либо же, соответственно, очень медленная игра противоположной команды. Ну и выход на точку B. Там пока что все классно было для Виртусов. 5 на 2 выходили они. Но здесь уже подошла хелпа и классный прием от команды Atax. Возмен. Апрокс в банке. Его спину убивают. 2 на 2 ситуация. Ситуация 3 в 3, по-моему. Нет, это 3 в 1 уже. А, да. Действительно, 3 в 1. Ну, остался у нас один Лекс. Лекс. Минус на банке делает Лекс. И загоняют его. Немки. Но не потащил. Хватит ли времени? Да, успел. Успел. Флекс. И 5-4 в пользу немцев. Почему-то так получается, что на Инферно... Я всегда говорю, что Инферно карта атаки. Нужно брать 10-12 раундов, чтобы не было проблем при смене сторон. А последние почему-то матчи 5, которые я комментирую за последний месяц на Инферно... В них реально очень классно играет защита. Но, опять же, это... Когда ты нажимаешь на мышку... Опять научились играть команды. Очень интересно играю в защите. Моментальные флешки очень много добавили в игру. Разнообразие. И поэтому зачастую просто рандом. Полный рандом происходит. Мне дали 10 рублей, чтобы я написал на них, как пишется, svproxies, чтобы мы добавили на сервер прокси. Он, естественно, обладает, как обладают все 9 игроков и остальные. И вот сейчас он вам продемонстрирует, скажу. Да, у нас сейчас, как раз, 10-й раунд идет. Счет 5-4 я в пользу команды Alternate. И вот посмотрим, что... Так, Зураб пишет. Я не знаю, видно ли меня здесь. Я нахожусь в абсолютно полной темноте. Я даже не вижу, где тут стоит камера. Так, на ВП. Нет, заставили. Так, микрофон иногда фонит, ребят, ну... Ждут. Так, вот полетела флешка. Так получается, так получается. Нет, но виртуза они оттягиваются, оттягиваются и, видимо, побегут на другую. На другую точку будет. Так, отбери у ведущего микрофон. Так. Мы ждем, ждем. Начнем, что все, конечно, у нас флешек. Лагает, ХЛТВ лагает. Арктик, все в Steam тут норма. Ну да. Так, а есть, и вроде бы пока что ничего нового в комментариях. А я включаю карту, ребят, на точку аут. На точку аута до конца. Это полная атака, уже заходят до конца игроки. И тут вынес. Сумасшедший размен на карте. Смотрим, где же... Взрывает флекс, взрывает Афрокс. Немцы 6-4. Пять раундов еще играть командам за первую сторону. Не получается у Virtus. Почему-то не идет игра. Это очень раундов. Ну, забивает микрофон, наверное, потому что я слишком громко ору. И разрываю себе горло. Непонятно почему. Посмотрел только что на пульт. Видимо, из-за того, что вот просто мне в наушнике у меня убивают комментаторы, которые комментируют на зал. Теперь я одену наушники, и мне попроще. Когда и как. И второе, это как команда, скажем так, выбирает позицию. Выбор правильной позиции позволяет... Эко Virtus. Тут ясно, что без шансов. Флекс с деглом остался. Традиционно мощные российские деглы. Хотя бы один минус должны сейчас сделать. Должны сделать Флекс. Не получается. 7-4. Очень все плачевно сейчас складывается для российской команды. Это нас не радует. И нужно уже писать лозунги за дедов, как тут говорили игроки, а особенно фанаты, которые собрались в преддверии матча. Вот-вот пытаются комментаторы подбодрить сейчас, подбодрить. Virtus.o всех хлопают, но игра не идет. Честно сказать, игра не идет. Лекс на ноле простреливает центр, простреливает дым. И банан. Банан будет пытаться. И поджим. Посмотрите, 4. 4 игрока поджимало только что Alternate с точки B. Все четко сделали. Тем временем, три игрока Virtus.pro проходит по банану. И там всего лишь один игрок. Это пан. Он сейчас должен принять флешку в центр. Проверить центр. Никого. На самом деле, на себя наполовину ослепил. А все уже прошли по коврам. Поставили плент. Пан слипозе летела только что. Флеш. Включаю карту. Смотрю. Лекс по коврам. Сдалека бегает. Кейн, Зевс и Эдвард. Украинская троица. Она находится как раз на точке A. Смотрим. Мун смотрит. Смотрит ковры. А здесь Зевс. Даня. Даня. Плант пропрыгнул. Эдвард отбивается. Даня. Весь огонь на себя. И минус 2. И берут раунд. Берут раунды в Виртуз Про 7-5. По экономической теме у них появилась еще одна возможность на ошибку. У них появилась достаточно денег на еще одну заплату. Раунд по-любому важный. Нужно было прахивших, что-то играем в атаке. Смотрю на финансы немцев. На шоу-матче. Это получается. И тут 1150, 60 долларов, 50 долларов, 40 долларов. И 7750. Я думаю, в любом случае, если Виртуза берут сейчас этот раунд, то 2-3 дропа. Но не будет все равно 5 девайсов. Смогут вроде бы купить немцы. И поэтому Виртузам нужно сейчас подсобраться. Взять этот раунд. Взять следующий Эко. И взять последний закупочный. То есть 2 раунда на девайсах и один слив нужно будет потащить в Виртузамбу. Сложно, сложно. На банане заняли Flex и Aprox. Отогнал их к ромушке. Ну и в центре зажимаются, опять же зажимаются. Потому что Муна с ВП прогнать из центра двумя дымами просто можно. Можно просто сейчас скинуть дым и подождать 30 секунд, чтобы по-кипишевали. По-другому не скажешь. Задвигались немцы. Нужно было делать раньше. Потому что уже 40 секунд до конца раунда. А Виртуз Про долго-долго готовят атаку. Сейчас будут пытаться убить Aprox на банане. Давайте посмотрим, ушел он или нет. Не ушел. Aprox без АВП и точка Б пустая. Здесь только Муна. А он далеко. Здесь дым будет стрелять. Естественно, в дым простреливать. Без шансов. Эдвард тем временем на нуле делает еще один минус. Пан на точке А. Красавцы, красавцы. Виртузай должны они взять сейчас раунд. 4 в 3. Сохраняют немцы оружие. Мы уже видим, что не сохраняют, а сохраняют те игроки, у кого как раз меньше всего денег. 50-50 долларов и 1150. У одного из игроков есть 7000. Вот у последнего 40 долларов. Но там дроп-дот дадут. Один дроп точно дадут. Даже могут дать 2 СВП. Так, видно меня нормально. Но это меня радует. Потому что в зале полнейшая темнота. Да, видно только 5 мониторов и проектор на сцене. Ну и мои мониторы комментаторские. Обновляю. Обновляю комментарии. Смотрю. Либо у меня шрифты поменялись, либо ребята на сайте опять что-нибудь дорабатывают и делают. Действительно, команда Атакс попали в такую небольшую нагрузку яву. Так, если у Прокси 3 стоит, я знаю, что у Прокси стоит 3 на сервере. Мы все сделаем. И сейчас пришедет 7-6. А уже после этой карты добавим еще ХЛТВ. Но большая вероятность того, что из-за этого будет лагать стрим. Хотя мы увидим. Точка Б. Точка Б. Туда будет выходить сейчас Виртус Про. Есть деньги у Прокси. Зажимают, зажимают. Полностью слепые игроки на Б. Дани делает минус. Еще минус от Дани. Девс просто красавец. И нужно, по-моему, сохранять основу. Не мать и сохранять на последний раунд. Сейвить, сейвить, сейвить раунд. И уже ничья есть у Виртусов. Ну то, что ничья вообще. 7-7. Виртусов, мы видим даже, что они понимают, что не будет атаки от Альтернаит. Они пытаются сейчас добить оставшихся двух игроков. Конечно, попытаются добить. Немец и команды. И это очень важно им сделать, чтобы восьмой раунд. То есть, были максимальные шансы. Я не знаю, как называть это место. Ну, белье еще называют игроки. Но мне больше нравятся трусы. Не дали сохранить девайсы. Не дали сохранить девайсы. Немец, Антур Туса и Сейвить. По деньгам. По деньгам немцов просто крах. Перед 200 можно взять кольт с броней. Нету флешек. Дигл с броней. Взял кто-то Дигл с броней. Дигл с броней. И кольт. По-моему, всего лишь два кольта. Мои технари. Наши технари собрали на ТВ. Успокаивают меня. Говорят, что не будет лагать. Все будет хорошо. Мне главное, чтобы он не лагал стрим. Перерыв победителям. Ну, я думаю, что, наверное, надо Витусан делать то же самое, что в предыдущем раунде. Удовольствие... Воток есть, звука нет на радио. Флешек грамотно откинут. Вот это, вот это уже заявочка. И взяли этот важный раунд для себя. И сейчас пока снова-снова холдятся Витус Про. Непонятно, куда они пойдут. Достаточно, видимо, все-таки решили они показать какие-то свои наработки, свои практики. Почему нету звука на радио? Потому что сейчас, вот по первой половине этого раунда, похоже, что Витус Про все-таки будет... Это меня действительно тревожит. Через ковры, через дом и через центр карты. Так вот, мне кажется, Ромка отстреливает, отстреливает. Это кому он отстрелил вообще, Рома? Рома, Мона, видимо. А Рома на центре отстрелил. Да, Рома отстрелил на центре. Вы должны взять раунд в Турдуса, я не знаю, что вы здесь обговариваетесь. Просто нужно выиграть раунд. У Ромы, вот он сидит в краю. Это делается очень просто. Вот, он убил вот как раз там... Что же творится у меня с компьютером, господа? Мы не представляем. Разведчика. Начали атаковать, там Пан с Деглом просто разделывается с Делсом. Но Эдвард, Эдвард мстит, у нас размен какой-то идет постоянно. Бан минус 2 делает уже. Нет, нормальный размен только что произошел. Трое, трое живо Виртусов, нужно тащить такой раунд. Потому что в противном случае это просто флекс с кольтом. Один на троих будет выходить с мяса. Ну и выиграют 8-7 в атаке первого сторона Виртуса. Собрались. Главное, чтобы не поздно. Это меня больше всего волнует. И нужно тащить пистолеты. Это самое важное, это гиперважно. Давайте мы еще раз спросим, команда готова? Команда Виртус строй готова? Руку поднимите, если готова. В теннисе есть команда. Окей, известно, я предполагаю, что другая команда тоже готова. Хорошо. Ну и теперь по поводу радио. Что могу сказать по поводу радио? И удачи вам. Мы пожелаем обеим командам. Да, ну поменялись сторонами команды, как это вводится. Честно. Виртуса, соответственно, играют за защиту. Их оппоненты из Германии играют за атаку. И посмотрим, что же приготовили нам Виртуса. И чем ответят на их оборону игроки из команды Альтернейт. Нужно проверить микрофоны. Мы видим на главном экране, что же сейчас будет происходить. На радиостанции. И вот сейчас я посмотрю. Да, вроде бы работает все хорошо. Сейчас есть микрофоны. И сейчас меня должно быть слышно. На радиостанции. Пистолетку смотрю. Виртуса выбиваю точку В. Потом у нас опять же будет теперь два раунда. Ну как минимум, ну, я надеюсь, что будет два раунда. А когда Виртуса будут заменены. Вот ходят ко мне по поводу демки. Так, гол став и нет. Говорят не про музыку. Про радио. Господа, включаю радио. У нас задача увлекся видеотрансляцией. Они же называются Каунтер Деррорист. Их задача две. То есть, возможности выиграть раунд. Первая возможность. Это убить всех своих противников. И вторая задача за установленное время. Так называемый раунд тайм. От английского. Я думаю, с английскими все в порядке. Сейчас должен быть мой голос. Не знаю, что произошло. Видимо, кто зацепил мне просто кабель, господа, на радиостанции. Это меня буквально огорчило очень сильно. Но есть у нас стрим, господа. Смотрите стрим. Смотрим мы игру Virtus.pro против Alternate. Первый раунд. Второй половины выиграли Virtus.com. Сделали очень важное для себя. Потащили пистолеты. И сейчас эко. Скорее всего, будет у Alternate с блоками. Полная эко. Главная задача здесь поставить план у немцев. Ну а сейчас немцы будут покупать. Дороги назад нет. Нужно брать оружие. Денег на... Есть перевес. Есть перевес по оружию. Потому что такая специфика Counter-Strike, что в третьем раунде, естественно, как террористы, они имеют преимущество. Потому что это специфика денежной системы. Они покупают себе КЛ-6 броню с закупкой флешек вообще полнейшей. КЛ-6 и играть именно от этих вот крутых депрессов. Но у Virtus.com есть два Фомаса. Их же команды, как правильно сказал Марселло. Два Фомаса, два кольта. АВП. Первый минус АВП. Посмотрите, это делает Ромшки. А он уверен, так вышел. Немцы, кажется, не ожидали. Он стоял, по-моему, просто вышел, но у него немец. Включаю карту. Ромшки сделал очень большую работу. Он один на точке B. Сейчас четверо принимают точку A. У Virtus.com будет медленно занимать. Дворот, естественно, Кейн. Даня, он на такой хелпе. Он принимает зелень, проходы. Ну и плюс будет первым человеком, который поможет Роме на точке B. Перетягивается интернет на точку B. Смотрим, что делает. Ромшка делает флешку через верх. Ему уже накидали флешек. Он слепой застрял в ящике. Еще флешка под нос, но еще минус Андромшки. Просто великолепная стрельба. Без четыре. Такой великолепный хп снова. И хэдшот поставил. 14 хп ставил у Лексу. 486 хп за раунд. Называется. Бест статистика. Ну да, показал, что АВП тоже в России есть. Отлично сыграл. Еще 3-0. И, наверное, сейчас, возможно, будет ЭКО. Общий счет у нас получается 11-7. Преимущество за вертусами в четыре раунда. И давайте посмотрим, что сейчас произойдет. Да, альтернеты пока ничего необычного не показывали. И мы смотрим, что они покажут сейчас. Это точно. На точку B. В принципе, ничего удивительного. Зеус с Ромушки принимают. Но это просто слив. Мясорубка такая. Без задумки не напрягаются. Альтернеты пока что. Пока что счет 4-0. И общий счет матча 12-7. Пользуя Виртус Про. Нужно четыре раунда. Четыре раунда, чтобы выиграть этот матч. И мне кажется, что смогут потащить Виртуса. Главное, чтобы Ромушки не промахивался. И этого может сегодня хватить. Потому что Эдвард в хорошей форме попадает. Как вся вроде бы остальная команда. И очень важно, что Виртуса выиграет первую карту. Но мне кажется, что на самом деле здесь особо менять ничего не надо. Там тоже очень интересно все. И интересно тоже присоединиться к топовым игрокам мира на завтрашнем чемпионате. Закончишься момент такой и продолжим. У нас атака началась. Там Лекса отлично разобрался с двумя. Да, была атака, но сейчас мы видим, что она затихно. Была атака, был размен. И мне кажется, что сейчас опять антренейт потерпит поражение в раунде. Хотя можно атаковать в меньшинстве, это довольно-таки просто делается. Один хедшот, и ты уже в равном количестве. И зачастую мы видим берущиеся раунды в 2 в 5, 3 в 5, 2 в 4. Но сейчас не тот случай. Разменялся Кейн, дал инфу. Сразу же моментально дал инфу, где находился еще один игрок. И приблизительно знают, где находится Роман. Эдвард убивает его. Смотрю на деньги, смотрю на деньги немцев. Есть деньги, а все потому, что 5-0. 5-0, и уже 5 раундов подряд проигрывают альтерны. И с каждым раундом, проигранным под кряду, команде дается больше денег. Чем дальше, тем больше денег. Я не могу понять, что у меня с ноутбуком. Подвисуем слегка. Тем более, что кроме первого раунда, не было особых таких напрягов у Virtusoft. То есть обычно оставались в конце раунда, это 3 в 1, 4 в 2. То есть это большое преимущество. И за атаку такие раунды выиграть почти нереально. Ну вот, наконец-то, раунд начинается с численного преимущества альтернатов. Апрокс отстреливает. Такие раунды выиграть реально. Это был Зевс. И ситуация для Virtuspro. И ситуация для Virtuspro осложняется тем, что альтернета решили не отдаваться. Да, да, да. То есть это вот Кейл это узнал. Давайте посмотрим за настановку опять. Роман, он смотрит точку B. Естественно, если бы у альтернета не было оружия, то убьюсь. И это позволяет Тертусам смотреть втроем. Потому что они остались в четвером, буквально всей командой. Точку A. И Рома, понимаете, Рома дает инфу, что выходит B. Никто не хелпует. Никто не хелпует. Есть минусы от Романа и все, да. Тут уже никого нет на хелпе. Это без шансов. Альтернеты занимают точку. Прошли, заняли позиции. И тут уже по стрельбе. Тут реально кто круче постреляет. Понятно, что все грамотно будут заходить через флешки. Нет, Тертуса сейвит. Пытаются узнать, кто такой Сан Мандека. Кто-то зашел на сервер. Ну и сейчас мы просто китнем этого парня. Что происходит с интернетом, ребята? Вы не поверите. Это 5.1. У Виртузов есть весь набор оружия. И по деньгам еще осталось 2.400, 2.100, 2.800. 7.000 у Дани. Все равно есть тот, кто совершил больше ошибок. По-моему, 4.000. И сейчас вот тот самый первый фраг, который... На один еще раунд даже могут сыграть Виртузов, по идее. Атакс начинает агрессивно играть. Его убили. И почему-то не нравится. У меня атакс, как они играют на Инферно. Мау Спортс, это, конечно, их копия. То, что очень как-то медленно, плавно играют атакс. И как играют в Мау Спортс. Просто, ну, очень расслабленно, очень быстро, очень четкие перетяжки. Ну, вот не нравится у меня атакс на Инферно. Ничего не буду с этим поделать. Хотя, возможно, на другой карте все будет по-другому. И, опять же, состав изменен. Ультернейт много было проблем. Ребята меняли в последнее время очень много состав. Но сейчас все стабилизировалось. Но раунды не берутся, а Эдвард уничтожает. 6-1, два раунда. Два раунда Виртузам. Как говорят мои коллеги, счет 14-8. Всего лишь два раунда. И раунды будут какие? Сейчас раунд на девайсах. Его нужно тащить. Ну, и потом уже такое. Все, что смогли, то и купили. Ну, если выиграть Виртуз Про. Такая ситуация будет. А вторая карта, я не помню сейчас. Кто помнит, какая вторая карта была? Нюк, да, по-моему, или Трейд? А, ДАС-2? ДАС-2, вот та самая рандомная. А, ДАС-2. Где, наверное, больше сейчас. Да, говорят, будет ДАС-2, да. Ну, да, это будет очень интересно играть. И вот там точно нету таких тактик, которые просто, чтобы сделать необычные, там уже очень сложно. И вот мы просто следим сейчас за командой Азербайджи. Если у кого-то происходит то же самое с сайтом, то напишите мне. Я не могу понять, что... Не могу я войти. И вот посмотрите, посмотрите, Зевс просто выскочил на них. Успел-успел пить Азербайджи. Прочекал! И что же это милоло? Успел информацию, но хопа, хопа была далеко. И у меня эту строку не решаются. Не решаются. Это у меня так сайт отображается? Либо у всех. Азербайджи. И отступают, отступают назад. Будут холдиться в доме. Сохранять девайсы уже во второй раз. Азербайджи очень аккуратно сыграл. Он вышел. Конечно, убил одного, но... Это была полуотдача. То есть, но того, что он убил Диггл. Если посмотрим, видите, вот слева. Такой блестящий примет валяется между ног. Это как бы вот у немцев Диггл. Он там находится. Он просто отдался. И как бы оборона на этой точке она уже... Это, я думаю, что не так уж критично. Просто уже повторяется второй раунд. Я думаю, что Дане нужно немножко поменять сейчас тактику своих действий. До этого его действия были всегда непредсказуемы. И очень сильно помогали. Сейчас нужно уже как-то перестроиться. Но, тем не менее, у нас 14-9. Команда Атакс берет два раунда подряд. Что-то поняли. Они, возможно, что-то поменяли. И вот по отдаче предыдущую взяли за счет ошибки одного из игроков команды. Который вышел, разменялся, но тем самым на своей точке. Да, дал просто легко зайти туда своим врагам за счет того, что его убили. И смотрим, смотрим сейчас. Говорят, с этим все нормально. Значит, это мой браузер просто сошел с ума. Вот здесь Рома, Рома поставили на Дугус АВП. И вот мы видим результат, что одного то он убил. Мой компьютер. Но второй очень так, что-то, 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 что-то. Продолжается довести. Стрекс и опросы. Они даже браузер не убили. Самым лучшим образом. Альтернет делает перетяжку. Смотрим, как это будет. Ну, очень грамотно, очень вовремя. И 4 в 2 выход будет на точку А. По разным сторонам находится Кейн и Эдвард. И минус от Миши. Размен Эдвард должен, должен дать, дать минус. Ну и видим, куда заходят игроки немецкой команды. Увидел, увидел их Эдвард. Там уже есть Лекс на ХЛПе. Просматривает мясо Эдвард. Пошли, пошли на Лекса. Соперники. Пан 1-2 в случае выигранного раунда. У них уже будет ничья. У Пана Плант он может уйти на точку Б. Сейчас гладет дым. Естественно, сумеет поставить План. Ну и понятно, что Лекс мучит на Плант. Он понимает, что сейчас Пан Сайдбомба. Все приблизительно знает, где находится игрок. Выходит. И Эдвард. Минус. И седьмой раунд за вторую сторону в активе команды Virtus.pro. Немцам нужно берет всех на 6 раунда, чтобы перевести этот матч. Общий счет матча. И мне кажется, что это точка. Потому что смотрю на деньги. 4-700. Нет, 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 нет. Полная, полная закупка. Правда, нету гранат. Нету гранат в нужном количестве. Только, чтобы домашнюю карту. Альтернейт, хотя по две. Выграли именно они. В принципе, нет. Неплохая скупка. Альтернейт. Я думал, что шансы очень брала. Уже сейчас на максимуме. И просто взять матч. Музычка играет. Нету выстрелов. И это напрягает. А что же делает Кейн? Как до этого сделал Даня, Зевс. Он вышел просто на центр. И в этот раз уже сделал минус 2. Тем самым преимущество остается за командой Virtus.pro. И сейчас где-то 50 на 50. Уже шансов меньше. У альтернейтов. По-прежнему 3-2 игрока. Радио говорит, молчит, как партизан. Сейчас проверяю радиостанцию. Возможно, это из-за нее все проблемы были. Нет, радио уже... 3-2. 3-1. Господа, радио поднято. Сейчас... Да, мой голос быть должен 100%. Победа Virtus.pro. Это GG. Официальный процессор турнира Intel Core Cloud. Победа ждет. Игровая станция проекта Acer и Spy Predator. Соревнования начинаются. Официальный партнер компании Elitec. Игровой центр Киберспорт-арена. Лига компьютерных игр Intel Challenge. Победа ждет.